События, происходящие во времена Второй мировой войны, это черное пятно в истории человечества. Конвейеры смерти, которые унесли миллионы жизней, исправно работали по всей Европе. Одним из таких мест стал фашистский концлагерь Сабибор, среди узников которых был уроженец города Хасавюрт Александр Шубаев. 15 октября в Хасавюрте прошло важное историческое и общественно-политическое событие – открытие памятной мемориальной доски Александру Шубаеву. Александр участвовал в организации подготовки восстания под руководством Печерского. На мероприятии присутствовали глава города Зайнудин Акмазов, ветеран Великой Отечественной войны Александр Макуха, директор Фонда памяти Александра Печерского Юлия Макарова, советник главы Республики Дагестан Камиль Ланда, первый заместитель министра по национальной политике Республики Дагестан Гарун Давутов, председатель Совета Иудейской Общины Республики Валерий Дибияев, глава Казбековского района Гаджимурат Мусаев, а также служащие городских ведомств. По праву слова для открытия было предоставлено главе города Зайнудину Акмазову. Решением администрации устанавливается памятная доска, память о подвиге и жизни нашего земляка Александра Жуваева, который совершил в годы войны подвиг, он отдал жизнь за освобождение родины, но случай, жизненные обстоятельства сложились так, что он попал в плен, но и там он со своими товарищами не прекратил сопротивление, не прекратил борьбу, был одним из организаторов побега ИСО-бюра, это единственный случай, когда удачный побег был из лагеря смерти, и после этого служил партизанский отряд. Это пример для подрастающего поколения, пример для нас всех. Уверен, что установка памяти, наши мероприятия еще раз напомнят о жизни этого замечательного человека, и память о нем останется в наших сердцах навсегда. Хотел сказать, что открытие такой доски – это какой-то очередной знак изменения общественного сознания. Еще несколько лет назад о Собиборе никто не знал. И было трудно представить себе такое событие. Но сейчас не только Александр Печерский, но и другие герои Собибора получают заслуженное признание и становятся символическими фигурами. Я бы хотела попросить собравшихся вспомнить о том, что герои, они в первую очередь не из гранита и бронзы, все герои – это люди из плоти и крови. Я бы хотела попросить, чтобы мы вспомнили Александра Шубаева, каким он был человеком. К сожалению, у нас нет живых свидетельств, но мы можем восстановить его облик по описаниям Александра Печерского. Он писал, что это был красивый, высокий, никогда не унывающий человек. Он всегда был с песней на устах. Я бы хотела, чтобы мы вспомнили его таки. Давайте помнить в первую очередь о людях. Безусловно, события Собиборья – это печальные события. Но это наша история, о которой мы не должны забывать и о которой мы должны передавать нашим потомкам. Когда за считанный год с половиной погибает 250 тысяч человек и погибает от насилия, погибает от голода, погибает от питок, это нельзя назвать никак, никакими словами. Поэтому, дорогие друзья, мы очень рады, что Хасавюрт, наш земляк-дагестанец, оказался в этой ситуации и проявил свой героический подвиг. Аморальные убийства по национальному признаку – это позорное явление. В Хасавюрте чтят память тех, кто отдал свои жизни для освобождения родины от фашистов, и подвиг Александра Шубаева навсегда останется в памяти народа. Советник главы республики Дагестан Камиль Ланда поздравил хасавюртовцев со столь значимым событием для города. Я очень горд, что среди этих людей оказался и наш земляк-уроженец города Хасавюрта. Это нам говорит о том, что Дагестан является не только страной гор, страной Алиму, но и страной героев. Я уверен, что поступок, совершенный Александром Шубаевым, навсегда останется в памяти наших людей, и всегда мы будем помнить об этом и будет являться примером для подрастающего поколения. Сегодня я испытываю двойное чувство. С одной стороны, это чувство гордости за славного сына Дагестана Александра Шубаева, который не сломил за стенки концлагеря и вместе с боевыми товарищами организовал восстание в концлагере Сабибор и освободил узников из этого ада. С другой стороны, это боль утраты одного из лучших сыновей еврейского народа, которые, как и миллионы советских солдат, ценой своей жизни подарили нам мир и спокойствие. Биография и жизненный путь этих людей должны стать настоящими уроками мужества для нынешнего поколения и примером, на котором мы должны воспитывать нашу молодежь. А мировое сообщество должно знать и помнить историю Великой Отечественной войны, чтобы никогда не допустить повторных повторений этих ужасов, через которые прошли наши народы в годы Второй мировой войны. Пользуясь случаем, от имени Совета Иудейских Общин Республики Дагестан и себя лично хочу выразить слова искренней благодарности администрации города Хасаюрта и всем, кто принимал активное участие. Право открытия мемориальной доски, посвященной памяти Александра Шубаева, было предоставлено главе города Зайнудину Акмазову и директору фонда памяти Александра Печерского Юлии Макаровой. Давайте поаплодируем. Зарья Махайбулаева, Бурлят Самбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс». Автор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Автор субтитров А.Мемкин